Семь команды из Арпеня, Киева, Харькова, Скадовска и села Антоновка Херсонской области приехали на осенний кубок Славутича по КВН. Состав жюри прилично изменился практически на 80%. Так среди ценителей КВН оказался пятикратный чемпион Черниговской лиги КВН Александр Пономаренко и популярный актер театра и кино Алексей Смолко. Те, кто смотрели «Слуга народов 3», наверняка его запомнили. Мы не жадны. То, что не съедим, поделимся. А этого мало? Мало. Все команды условно можно разбить на три лиги. Вторая лига. В нее вошли команды, набравшие от судей в сумме меньше восьми баллов. Это бульвар Торнадо из Киева. Пожалуй, главное достоинство команды – экзотика. Один участник из Ирана. Не всегда четко говорит по-русски. В итоге седьмое место в осеннем кубке. Друзья, дружить с иранцами – это как ходить в китайский ресторан. Вот все интересно и ничего не понятно. Ясинь, ты меня уважаешь? Брат, я на чужой стране. Я всех уважаю. Первая лига – команды, набравшие от восьми до девяти баллов. Среди них оказался и Лунь из Ирпеня. Это был не их день. Бывали времена, когда Лунь играли и за суперкубок. А в эту пятницу… Сейчас похолодало, но у нас в Ирпене нашли способ с этим бороться. Ирпенским ликероводочным заводом была выпущена новая марка горилки «Полуничка». Горилка – «Полуничка». Половину выпил. Половину на ничку. Смешного материала хватило только на шестой результат. На пятом месте команда «Скраешку» из Киева. Хорошая актерско-танцевальная работа. Были неплохие шутки. И, пожалуй, одна из лучших в этот вечер тоже у них. Свершилось чудо! Семья сняла со стены ковер! Ахри! Нет! У нас, оказывается, трешка! Заживем! В итоге веселые студенты заняли пятое место. Лидерами первой лиги турнира можно назвать новичков осеннего кубка Олег Ваяш из Киева. Когда происходит чрезвычайное происшествие, на месте событий всегда интервью дает вот такой чиновник. Чуешь ты, главу захлопни? Господи, за что мне это? Я же не так хорошо себя вел. А можешь, пожалуйста, то же самое еще раз сказать? Только как ты сразу хотела, с Матюком. Хотя, ладно, подожди. Дорогая, смотрю на тебя, и только один вопросик в голове. А кто сейчас на кассе в поре остался? Ты что, кассу кинула? Понимаешь, нам надо время, чтобы знать друг друга получше. А, ну да, ну да. Настя, за что ты стоишь? Сделай что-то! Ой, чей-то кистои, сливая рыбонька. Солдом, не на что, я хотела ребятам атмосферу романтическую создать. И к высшей риге этого вечера можно отнести три следующих команды. Все они, кстати, попали в суперфинал, который пройдет в декабре. Итак, на третьем месте. Команда из Скадовска, рука в синице. Приезжают они к нам уже не в первый раз и с разными достижениями. На этот раз сработали шутки про собственного мэра и из истории СССР. Стриптиз в Советском Союзе. В кабинете мэра Скадовска. Еще. Еще. Дай закурить. А вот на втором месте оказалась команда «Мы слышали Гагару» из Харькова. Точнее, это не команда, а стендаперша. Работает одна. Такой формат выступления она выбрала. Кстати, в интернете я нашел ее выступление еще в 2015 году. Так что опыта у девушки достаточно. Я в Славутиче первый раз, но мне уже так нравится, так нравится. Представляете, первое, что увидела, когда приехала. Вышла из машины, и первое — бомж. Так мне понравился. Такое интересное. И вот я сразу поняла, что это бомж моей души. Вот он из урны те же предметы доставал, что и я бы выбрала. Знаете, меня родители вот с детства учили, что животным нужно помогать. Вот я иду, а на дороге кошечка маленькая, беспомощная, глазами своими смотрит, лижет себя. Вот я и решила помочь. У меня-то площадь язычка побольше. Вот и вылакала ее молочко. Математика доброты, знаете? И особенно хороша у нее была импровизация. Пока некоторые команды думали над вопросом из зала, она успевала дать по несколько ответов. Что каждый год выходит новый айфон, уже вышел 11. Мне хотелось бы узнать, какой именно функции не хватает для следующего айфона? Тест на беременность. Правда? Какой функции не хватает в следующем айфоне? Репродуктивный. Хотя, если честно, женский юмор, стендапер – это весьма специфическое занятие. И даже не всем членам жюри он нравится, судя по оценкам. А вот у победителей, набравших 10 баллов, было все. И детская непосредственность. Это Никита Задрот. Никита настолько зависим от компьютера, что даже своего отчима называет «Новая папка 2». А это наш капитан, Алина. Но мы ее называем просто Гитлер. Гитлер, потому что жесткая. Нет, просто усики. И хорошее знание старых мультфильмов и индийского кино, что говорит об их авторе. Он явно не школьник. Все, наверное, помните известный мультфильм «Ежик в тумане». А сейчас давайте посмотрим, чем же он все-таки закончился. Лошадка. О, лошадка. Кобыла. Кобыла. Вы шевенгейской операционной. Сестра. Скальпель. Сестра. Брат. Сестра. А что касается в ответах в конкурсе «Импровизация», тут, тут, кроме аплодисментов и удивления, добавить нечего. Солнышко, почему тебя одному только дали за штаны? Потому что у нас главное, главное, должен быть один. Что вы предпочитаете? Горячий шоколад или горячую кровь, и почему? Моя мама, когда была беременна, она хотела горячий шоколад. Но папа не купил, и она всю кровь у него выпила. Говорят, что Славутич превращается в туристический город. Что можно показать Славутиче? Фотографии Чернигова. Если бы вы оказались перед человеком, который составляет цены на коммуналку, что бы вы ему сказали? Как говорит моя мама, без мата здесь не обойтись. В финале осенней встречи КВН выступил мэр Фомичев. Друзья, нам понравилось? Да! Супер! Супер! Давайте поаплатуем команду за качественный гумор. За суперовый качественный гумор. И поаплатуем жюри за качественный гумор. Бо его там было не меньше. Деколька слов про команду. Зрозуміло, хочется про всі сказати. Але зупинюсь на декольках. Ну, чуєте хамяки? Вам ще хамячість і хамячість, щоб на них бути слушаний. Але гумор дуже якісний. Це класна планка. Я так розумію, що там з фіналом все зрозуміло. Ми вас чекаємо в Славутиче. Обов'язково покажем фотографии Чернигова. Чернигова. Приезжайте до нас. Гагара навіть не коментую. Це дуже важкий стиль. І ми побачили сьогодні дуже якісний. Цей стиль дуже якісне виконання. Дякую вам, що у Солдович. Дякую. І мене ще цікавить у той молодий чоловічок. Чуєте? Якщо що, приходьте, візьму на роботу. Бо як будуть питати, де дорога на Яків, то ви будете відповідати. Ну і садовств, вітання меру, я бачу в нього там гарно цікава робота. Всім дякую, дякую глядачу за теплый прийом наших команд. Солдич, як завжди. Радуй гостям, радуй КВН. КВН продовжується. Далі фінал. Немного більше о бассейном кубке смотрите в музыкально-развлекательной программе «Вип по Кодисону-2» в эту пятницу, в день рождения КВН, 8 ноября. Дякую за перегляд!